С каждым днём наступление темноты становится всё заметнее. Совсем скоро наступит полярная ночь. И жители Ненинского округа почти на месяц останутся без солнечного света. О том, как помочь своему организму пережить этот нелёгкий период, расскажет Екатерина Дементьева. Жители Ненинского округа не понаслышке знают о крайностях суровой природы севера. Но если не садящееся солнце полярного дня доставляет лишнее удобство со сном, то полярная ночь приносит реальные проблемы для нашего здоровья. Вообще полярная ночь всегда отрицательно сказывается на репом организме, будь то молодой, будь то пожилой. Но чем выше возраст, тем сложнее переносить полярную ночь. В это время снижается иммунитет, снижается немножко обмен, снижается, скажем так, человек становится менее полон энергии. Нужно принимать обязательно витамины, можно поливитамины. Дополнительно желательно принимать витамин Д. Дозировка витамина Д в зависимости от возраста. И желательно для этого проконсультироваться все-таки с врачом. Есть побольше фруктов, овощей. В том числе можно замороженные. У них прекрасно сохраняются все витамины. Витамин А и Е должны быть для кожи. Для жителей других широт такое положение дел – настоящая катастрофа. А вот у каждого северянина есть свой секрет борьбы с плохим самочувствием в этот период времени. Какой для северянина витамин? Была бы рыба, больше ничего. Мы же привыкли к рыбе. Спать больше хочется. Что предпринимаете? Может, вы витамины пьете? Ну, витамины пью, да. Витамин Д пью обязательно. Пешком хожу, чтобы от Кармановки до Кармановки из Сахалина. Каждый день пешком. Ничего себе помогает? Помогает. Лучше чувствуетесь? На автобусах я уж не помню, когда ездил. Начинать и заканчивать день в темноте – испытания и для нервной системы человека. Световой голод приводит к тому, что организм перестает вырабатывать гормон радости – серотонин. Поэтому специалисты советуют окружить себя источниками искусственного света, яркими красками и положительными эмоциями. С каждым днем световой день в городе Наринмар уменьшается на 10 минут. И 10 декабря у нас в городе Наринмар наступает полярная ночь. Это когда солнце не будет выходить из-за горизонта, то есть ни на минуту. Все наблюдения на метеостанции у нас остаются прежними, за исключением наблюдений за солнечным сиянием, потому что его просто не будет. Мы закрываем наш прибор до 2 января. И так уж совпало, что полярная ночь приходится на предпраздничный период, когда люди, вне зависимости от возраста, начинают верить в новогоднее чудо. Поэтому, проводя больше времени с родными и близкими, выбирая подарки и планируя праздник, отсутствие солнца на небе компенсируется солнечным светом в душе. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.